Должны объявить, что у нас есть новое оружие. Их ракетные системы нам совершенно ни к чему. Они нам не угрожают. Надо испытывать новое оружие. Вы же должны понять, что план «Барбаросса-2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают военные, генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире они смеются над нами. Они издеваются. Русский язык запрещают по всему миру. И что они делают сегодня? Убивают русских. Сидите вы и смотрите. Мы их гоним, как беженцев, и еще не пустим к вам, как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их. Родильные дома будем бомбить, больницы. А вот гуманитарную помощь направляете. Это что, Россия? Чтобы царь направил гуманитарную помощь сербам? 100 лет назад. Он армию направил. Это была ошибка, но армия пошла. Если бы не большевики, наша армия стала в Берлине в 2018 году. Теперь мы современная Россия. Мы наконец совершаем правильные шаги. Первые начинаем. Но куда мы прем? В Афганистан. Это наши союзники и мусульманский мир. Еще одна ошибка России. Мы все время шли на запад. На западе нет нас ни друзей, ни союзников. Надо идти на юг, но идти с миром, как союзники. И единственное правильное, что сделал Ленин, первые договора о дружбе. Афганистан, Иран, Турция. Все. Все остальные империалисты. В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, вы позвали нас в Кремль. Лидеров партии, фракции. Вы спросили, что делать. Все сказали вам, лезь под буша, кроме меня. Я вам сказал, проявить солидарность с мусульманским миром. Сказать им, что не бойтесь. Вас никто не будет бомбить. Россия с вами. Я это единственное сказал. И стенограмма есть в Кремле. Сегодня мы поворачиваемся к мусульманскому миру. Вот там Египет, вот Эрдоган, Турция, вот с Ираном укрепляем. 14 лет потеряно. Кто эти советники в МИДе? Кто эти советники в вашем окружении, которые вам ориентацию на Запад дают? Я пришел, Чубайс, там глава администрации. Вот давай с Ираном отличная сделка, деньги. Нет, нет, нет. Мы заработаем с американцами. Мы будем помогать с ними сотрудничать в космосе. Ну, да сотрудничать с космосом? Чубайс враг. До сих пор он министр. Это чудовищно. Как он может быть министром? Как может быть институт имени Гайдара? Фонд имени Гайдара? Фонд имени Ельцина? Улица Ельцина? Бюст Ельцину? Всю страну раздал за одну ночь. Пропил страну всю. 8 декабря 1991 года. И ему памятники поставили. Вы должны знать. Мы не можем жить под этим флагом бело-красно-синим. Это флаг торговый. Это флаг Власова. Флаг Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли максимум успехов. Нам нужно другое название государства. Другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Побудьте гимн вернуть? Боже царя храни. Союз вековой народов сплотил. А народы плюют нам в лицо каждый день. Это великолепный был гимн. Гимн о том, что храни своего руководителя. Храни свою страну. Она единственная твоя. И с этим гимном действительно русская армия шла вперед и побеждала. Поэтому сегодня в Афганистан мы вошли с армии. Этого не надо было делать. То есть мы начали проводить при Брежневе наступательную политику. И нас боялись. Но если вошли, уходить не надо было. Одна ошибка. Входим с оружием. Другая выходим. Выходить не надо. Копайтесь, сидите. Вас сбивают вертолеты. Нечего летать на вертолетах. Сидите в катакомбах. Заройтесь танками, так сказать. Везде поставьте диверсию. Ночью всех арестовывайте. Ночью всех расстреливайте. Такие, как на Жибулат. Сегодня мы сели в Афганистане. Сегодня бы. Поэтому все можно делать. Как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут. Всю колонну БТР за 15 минут. Сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия. Не обязательно ее вводить. Весь мир. Что там? Американцы. Американская армия воюет. Че воюет? Добровольцы воюют. А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Из тюрьм их выпустить. Штрафные батальоны создать. И сказать, ни шагу назад. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!